всем привет с вами как обычно алкакот сегодня на обзоре виски глинфидик 15-летний односолодовый спейсайдер коммерческая крепость к сожалению 40 градусов кстати на канале уже есть обзор на 12-летний молд этой дистиллерии из привычной трехгранной коробки достанем трехгранную же бутылку и будем пробовать творение дяди гранта которая уже достаточное количество медалей завоевала на разных соревнованиях выставках достаточно много золотых медалей и так 15 лет под сроком выдержки у нас указано что это солера ватт то есть такое какое-то уточнение что же это такое ничего в общем-то общего системы солера которые используются для выдержки того же рома или испанского бренди тут нет ну кроме того что чан для смешивания итогового финального смешивания он никогда не бывает наполнен менее чем наполовину вот в этом конечно есть сходство какое-то но сам сам название солера ватт в данном случае это скорее не метод а вот название этого чана для кратковременной женитьбы спиртов после выдержки отдельно в разных типах бочек данном виски использованы и собраны спирты выдержанные в бурбонных и хересных бочках а также спирты побывавшие в новых бочках абсолютно новых из американского дуба вот они потом смешиваются в этом чане какое-то время проводят и уже чуть позже готовый купаж отдыхает еще какое-то время в бочках меньшего размера небольшого объема уже перед бутылирования цвет но я бы сказал такой медный 0 темно темно золотой но карамель поэтому особо внимание на цвет мы не обращаем виски подкрашен совсем уж таким густым до для 15 лет плотным тела я тело я бы не назвал на вид нос нос очень сладкий насыщенный много ванили яблоко банан из цитрусов наверно апельсин вишня есть вишня черешня может много изюма какой-то сладкий фрукт типа может быть персика или абрикоса много меда на фоне чуть-чуть заметен лак лаковая такая но там характерная для бурбонов в общем аромат очень приятный комплексный многогранные хересные ноты вот эти от выдержки они не забивают все остальные в общий букет так гармонично вплетаются давайте пробовать очень мягкий шелковистый обволакивающий сладость первым первой волной изюм или может быть даже виноград какой-то много пряных специй ваниль ваниль карамель даже какой-то батончик батончики сладкие с нугой с карамелью что-то такое с орехами не совсем немного дуба финиш не короткий где-то примерно средний сладость медленно так спадает исчезает и неназойливые тоничики еще прыгают какое-то время с водой в аромате какие-то новые специи просыпаются и он становится более таким цитрусовым конкретно наверно лайм не апельсин теперь уже лайм больше ванили еще больше ванили не было много еще чуть мягче и слаще на вкус после воды в общем с водой неплохо как бы мне понравилось и так и так пока не определился еще как лучше но наверное в чистом виде лучше но и так попробовать стоит так что может вам понравится на мой взгляд отличный купаж спиртов многогранный во вкусе в аромате очень очень хорош шаг в правильном направлении после 12-летнего экземпляра единственное конечно вопрос ценой потому что часто просят за него чаще всего в районе от 5 скорее ближе даже к 6000 рублей за бутылку 0707 или 75 не знаю это 05 бутылка не скажу наверно 07 вот 5 6000 я считаю за него на мой взгляд многовато конечно дороговато это в общем если найдете какие-то скидки акции диапазон от трех с половиной до четырех тысяч я предлагал бы его рассматривать как очень удачную покупку виски действительно очень очень неплох но сегодня буду прощаться если понравилось видео пожалуйста ставьте лайки если еще не подписаны подписывайтесь это удобно я буду видеть что вам это интересно и вы будете замечать когда выходит новое видео пейте только для вкуса для новых впечатлений не для опьянения каждый раз это подчеркиваю на сегодня все всем счастливо пока